Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас в прекрасном городе Падуя. Очень часто возникает вопрос, где я снимаю. Сегодня я снимаю в Падуи, сегодня солнце. И предлагаю начать этот стритстайл с прекрасных мужчин, потому что нам, женщинам, всегда есть чему у них поучиться. Мужской стиль гораздо более простой, гораздо более выверенный, очень лаконичный, в особенности у итальянских мужчин. И вообще мужская одежда, мужской образ, он строится по совершенно простым и явным, и логичным принципам. Мы можем все это перенять. Это прежде всего силуэт, который нам идет. Зачастую нам, женщинам, идет все-таки узкий силуэт, либо широко сверху, узко внизу, либо наоборот. Очень строгая, сдержанная цветовая гамма. Принты, если имеются, то, как правило, очень грамотно замиксованы, прежде всего, потому что тот рисунок, точнее тот цвет, который имеется в принте, он повторяется, как правило, и в основном слое одежды, в превалирующем слое одежды. Мужчины очень смелы, при этом они на самом деле одеваются очень и очень лаконично. Ну что ж, переходим к женскому стрит-стайлу. Для меня вот этот образ, это как раз-таки обращик, прямо-таки стрит-стайла. Посмотрите, как все смело, но при этом очень красиво, при этом очень и очень уместно. Кстати, я обратила внимание, что итальянки любят вот такое, на мой взгляд, невнятное пальто. То есть, это не укороченное, не удлиненное пальто. У него невнятный, на мой взгляд, силуэт. Но, тем не менее, на моем стрит-стайле вы могли заметить, ну не только на моем, просто на моей подборке, а вообще итальянки так одеваются, и вы могли заметить, что это пальто очень популярно. Я обязательно буду комментировать подобные образы, потому что они на самом деле стилистически интересны. Ну что ж, это пример замкнутого образа. Мы имеем обувь и цвет в одежде, которые повторяются. Ну и эта сеньора на самом деле прекрасно одета. Очень красиво подобрана одежда, очень красиво подобраны цвета. Нижний слой более яркий, при этом верхний слой более светлый. И это один и тот же цвет. Ну и опять же, пример стрит-стайла в чистом виде. Кстати, когда я говорила о том, что мужчины любят пальто и носят пальто, и все чаще я встречала пальто на подобии Тедди, я имела в виду как фасон, и это идентичный фасон, который мы сейчас видим на молодом человеке, но также имела в виду и ткань. И да, я ничего не вставила, потому что просто не нашла, а часто вижу, но не успеваю заснять. Ну что ж, еще в нашей подборке немного классно одетых мужчин. Посмотрите, как красиво смотрится именно обувь. Вот такого оттенка. Казалось бы, рюкзак подобного оттенка, но он смотрится не так выигрышным, потому что вот на самом деле решают, решают прямо-таки нюансы в тональности, решают то, как в итоге мы будем выглядеть. Я не могла налюбоваться на этого парня, при этом он очень интересно выглядел, он не выглядел как человек, который на показ, то есть он выглядел очень застенчивым, и это мне понравилось и привлекло к нему мое внимание просто-таки вдвойне. Ну что ж, я все чаще и чаще на девушках вижу пальто Чебурашка, пальто Тедди, считаю, что оно больше уместно на них. Давайте посмотрим, что же носит сегодня подаванцы. Сегодня достаточно тепло, но забегая вперед, могу сказать, что, конечно же, пальто, пальто и еще раз пальто. Что на мужчинах, что на женщинах. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» С радостью могу констатировать, что высокий, достаточно высокий каблук и достаточно тонкий. Посмотрите, сейчас будет видно чуть дальше. Вернулся на итальянские улицы, и это мне очень-очень приятно, потому что я человек, который любит носить высокий каблук, и поскольку сейчас я не могу носить высокий каблук, я очень радуюсь, когда кто-то его носит. На самом деле, я за максимальное женское удобство в повседневной жизни, но, опять же, каблук, он придает безусловное очарование. И могу сразу сказать, вот такой легкий стилистический трюк. Если вы имеете самую обычную одежду, одежду, возможно, которую вы давно, а точнее гардероб, которую, возможно, вы давно не обновляли, поверьте мне, встав на достаточно высокий каблук, устойчивый для большего удобства, вы сразу будете выделяться, потому что за последние десятилетия мы привыкли к максимальному женскому удобству. Женщины перешли сначала на балетки, потом перешли на спортивную обувь, потом вообще вся обувь практически стала предлагаться на низком ходу. Сейчас мы имеем любую обувь на низком ходу, которая традиционно была на высоком каблуке, например, мои любимые ботфорты. Кто бы мог подумать, что женская нога может смотреться очень-очень хорошо, например, в ботфортах на низком ходу. Мы все помним, что раньше казалось, что ботфорты очень полнят нам бедро, но на самом деле сейчас мы привыкли, и сейчас мы можем констатировать, что это не так. Соответственно, каблук возвращается, поэтому надевайте каблук, если вам нравится, и если в последнее время вы чувствовали себя неуместно, потому что, опять же, нам почему-то навязали стереотип о том, что русская женщина всегда на каблуках. Да, возможно, когда-то так было, но сейчас уже не просто русскую женщину нельзя встерить на каблуках, вообще, кого бы то ни было, очень-очень сложно встерить на каблуках. А итальянки, они, конечно же, держат руку на пульсе. Могу сказать, что раз они надели каблуки, возможно, возможно, и всем стоит тоже надеть каблуки. Подобные жилеты, конечно же, войдут в видео, которое я часто снимаю, что в России антитренд, а в Италии очень даже носится. Это, конечно же, жилеты а-ля гусеницы. Они, на самом деле, очень популярны в Италии. Они настолько мне понравились, когда я смотрела на своих героинь, что я даже примерила подобные. Но как они мне не шли раньше, так они, в общем-то, не идут мне сейчас. Они как-то меня очень сильно округляют, плюс мои волосы, и я становлюсь вся очень-очень круглая. Я так и не сняла видео про необычные пуховики. Вот это пальто, это пуховик. Такие пальто традиционно делает Макс Мара. А необычность этого пуховика заключается в том, не очень видно на съемке, что он был бархатный. И могу сказать, что да, пуховиков большое-большое количество. Надеюсь, что все-таки мне удастся сделать компиляцию. Но имейте в виду, пожалуйста, что пуховики сейчас действительно всех, всевозможных форм, всевозможных расцветок. И это очень-очень здорово, потому что пуховик, конечно же, это очень удобно, это очень тепло, прекрасно стирается. И это способ добавить яркий цвет в свой зимний гардероб. Потому что если мы используем традиционную одежду, то традиционно-традиционную одежду. Если мы используем обычную шубу, допустим, мы используем в качестве верхней одежды дубленку, то там очень сложно найти яркие цвета, в то время как что-то яркое, блестящее, если речь идет о пуховике, найти гораздо-гораздо проще. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как вам такая музыка, дорогие зрители? Мне кажется, она очень передает настроение фэшн-волны. Но дайте мне знать в комментариях, если она слишком агрессивна и мешает просмотру. Ну что ж, дорогие зрители, очень многие из вас не любят, когда я прощаюсь на середину ролика. Но на самом деле я сейчас умолкаю, попрощаюсь с вами, пожелаю вам хорошего настроения, конечно же, желания быть на фэшн-волне и прежде всего комфортно на этой фэшн-волне себя ощущать. Увидимся очень скоро на ближайших стрит-стайлах, в ближайших разговорных видео. Это была Яна Скорцова. Всем пока-пока! Дорогие зрители, вы не уснули под эту музыку? Если нет, то хорошо. Эта девушка в руках имеет сумку Биркин. Посмотрите, как просто она одета. Мне кажется, никто бы не сказал, что она одета дорого. Но думаю, что она одета дорого. Субтитры создавал DimaTorzok Даже ужасная презентовая красного цвета тележка смотрится лучше, если ты в пальто и не забыла накинуть шар или шейный платок. Желательно шелковый. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok